Дорогие друзья, я приветствую вас На телеканале «Импакт» программа «Влияние». С вами Нелли Мертес. Тема нашей сегодняшней беседы – беседы «Порнография в интернете». Это довольно сложная тема, но касается очень многих мужчин и женщин, к сожалению, в том числе и христианских. Давайте вспомним, что говорил Иов. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице», еще в древние времена, сказал мудрый Иов. «70% информации внешнего мира воспринимается глазами. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это три врага, с которыми мы воюем всю жизнь». И если мы, как Иов, не запретим своим глазам рассматривать соблазнительные объекты, мы будем постоянно впадать в дьявольские силки и в искушения. Бог нам не предоставляет и не подставляет искушения. Он не покушается на нас и не испытывает нас соблазном, проверяя нас на прочность. Но каждый искушается и обольщается собственной похотью, так говорит Писание. А мужчин этот вопрос касается вдвойне. Глаза мужчины – ключевой орган восприятия действительности. Мужчины любят глазами. А мозг, как фотоаппарат, фиксирует зрительные образы. Как правило, реакция мужчины на визуальные объекты активизируется быстрее, чем у женщины. Чувства мужчины молниеносно поднимаются на пик возбуждения при виде ногой женщины. И разыгравшиеся страстные чувства блокируют эмоции, связанные с нежностью и любовью. В его разуме все внимание фокусируется на самом любовном акте. Они жаждут видеть оголенные эрогенные зоны или действия, происходящие с ними, с любовными участками женского тела. И только воспитанные, дисциплинирующие себя мужья умеют тормозить свои чувства в пользу жены. Для женщины эрогенные зоны везде, где прикасается рука любимого человека. Есть пословица. Женщина любит ушами. Потому, мужчины, не будьте скупы на комплименты, похвалу и нежные слова. Как говорили в старину, мягко стелишь, мягко и спать будешь. Любовь женщины начинается в душе и лишь потом переносится в постель. А если нет душевной связи, нет интереса к мужу, а есть только долг, приводящий к физическому рабству. Высокое уважение жены – это ответ на сильную любовь мужа. Мужчины, которые не заботятся о душевных связях, сами себя лишают уюта. Секс был дан человечеству Богом для любви и даяния, а не для похоти и потребления. Похоть является подделкой под сотворенную Богом любовь. Любовь желает угодить другим за счет себя. Похоть желает угодить себе за счет других. Бог создал секс приятным и желанным в рамках безопасных семейных отношений. Семья – это дар Божий. Одно неправильное решение, развлечься на стороне, может лишить человека свободы, жить в полноте. Для каждой сферы жизни есть, связанные с Божьими целями, два слова – ответственность и время. Порнофильмы приводят зрителей с самым коротким путем – к безответственному сексу. Безответственный приступ похоти является главной причиной, из-за которой у нас существует так много проблем. Люди не хотят нести ответственность. Однако, в соответствии с Божьим воззрением, они должны будут отвечать за все. Возможно, приняв решение избежать блуд и прелюбодеяния, вы до сих пор сражаетесь с похотью, потому что везде, куда вы не кинете взгляд, вы видите секс. И вас постоянно искушают нечистые мысли. Вам, может быть, кажется, что эти мысли поднимаются из глубины вашего сознания, вашего естества, но это не всегда так. Возможно, на вас оказал влияние дух этого мира и настроение окружающей среды. Когда вы молитесь, вы чувствуете Божье присутствие, радость, торжество. Но потом в школе, на работе вы видите доску объявлений с оголенными элементами женского тела. Или вы слушали радио, где мысли диджея выдавали откровенную эротику. Подсознательно вы уловили его настрой, его похотливый дух, потому что речи диджея были навязчивыми и провокационными. Но важно осмотреться и дать себе отчет, что оказало влияние на вас. Поскольку соблазняющие демоны реальны, попросите Бога защитить вас от того влияния, которому вы подвергаетесь каждый день. Порнография в журнале, на экране помогает мысленно создавать образы и содействует соблазну фантазировать на эти темы. Как только в ваших мыслях создан образ, он фактически становится идолом в голове и в сердце. Посредством привычки мастурбировать происходит факт поклонения этому идолу. В свою очередь, это создает твердыню у вас в мыслях. Вот вы и в ловушке. Мастурбация обещает доставить удовольствие твоей похоти и служить твоим желаниям. Без всяких последствий. Но на самом деле она постепенно поработит тебя и будет властвовать над тобой. И на женатого и неженатого мужчину мастурбация оказывает пагубное воздействие. И духовно, и психологически. Любой вид порнографии обещает доставить удовольствие и служить на пользу. Но на самом деле порнография нацелена на порабощение и властвование над человеком. Некоторые люди думают сейчас, что я бесстыдно проповедую это во всеуслышание на экране. И, возможно, осуждают меня. Но я постоянно встречаю мужчин, потерявших всякое чувство мира и баланса из-за привычки питаться суррогатом в журналах и интернете. Многие, даже христианские мужья и женщины, увлечены порнографией, потому что ищут близости и интима. Но после просмотра порнографии вместо сближения с женами происходит удаление. Порнографисты часто превращаются в импотентов, в духовные развалины. Продюсеры интернета рассчитывают на голодных мужчин. Они знают тенденции мужчины клевать как рыба на соблазнительный объект. Среднестатистическому мужчине нравится любое безымянное полуногое женское тело для случайного, лишенного душевности, секса. В основном им не интересны ни личные отношения, ни романтика, ни прелюдия секса. Наоборот, им хочется перейти прямо к делу, то есть к откровенному сексуальному акту. В Кисловодске на курорте в 22 года я посетила публичную лекцию сексолога-консультанта. По семейным вопросам он спросил публику, который в основном состоял из мужчин. Кто из вас говорит своей жене любезные слова или похвалу перед интимным таинством? «Только пять процентов мужчин подняли руки из пятисот слушателей!» «Значит, у всех остальных немой секс?» «И вы потом удивляетесь, что вас не ждут с распростертыми объятиями, но ведь вы ничего не посеяли в уши ваших любимых. «Вам не на что рассчитывать!» – заключил он. Многие, даже христианские мужья, жалуются на то, что у них скучные, вечно усталые жены, поэтому им вынуждено приходится вдохновляться у голубого экрана, чтобы, мол, выполнить свой супружеский долг. Такие отговорки – даже неприкрытая ложь. В пятой главе Матфея Иисус ясно и конкретно предупреждал не смотреть на чужую женщину с вожделением. Цитирую. «А я говорю вам, мужчина, который смотрит на женщину и разжигается похотью к ней, уже совершил с ней прелюбодеяние». Еврейский перевод. А новый перевод гласит. «Даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность». В Старом Завете недвусмысленно Бог заявил в законе Моисея «Не открывай ноготы чужой жены». В современной интерпретации это бы звучало так – не разглядывая чужих ногих женщин в интернете. Почему у Бога такая требовательность и строгость? Дело в том, что в организме мужчины почти в 20 раз больше тестостерона, чем у женщины. Гормон тестостерон раздувает огонь страсти и агрессии. Вот почему большинство мужчин возбуждаются сразу, когда видят на экране картины доминирующего агрессивного наездника в сексе. Мозг мужчины может сосредоточенно и долго фокусироваться на отдельных интимных частях женского тела и на самом любовном акте. Поэтому для увеличения стимуляции зрителя требуется широкий ассортимент постоянно меняющихся картин, варьирующиеся детали секса. Порнопродюсер заботится о том, чтобы мужчине не стало скучно. Он обязан заманить любопытного на свой сайт, удержать его там и настроить вернуться в следующий раз. Конечная цель демонстрации порнографии в интернете – привести зрителя к мастурбации и оргазму. Порнопродюсер должен быть уверен, что мужчина совершит этот процесс от А до Я. И тогда в клетках памяти мужского организма останется глубокий отпечаток от увиденных им образов и последующего за ними удовольствия. Сегодня интернет напичкан парнопродукцией, разноликой, многоликой информацией, съемками в прямом эфире, фотографиями, видеофильмами, мультфильмами с виртуальной реальностью. То есть секс с духовными существами, с демонами, о которых мы молимся об освобождении в некоторых моментах. Мы называем их суккубы и инкубы. Эти приманки появляются в виде рекламных баннеров даже до того, как человек попал на порно-сайт. Рекламные баннеры, прикрепленные к поисковикам, как плакаты, выставляют на показ броское порно, колючие фразы или жгучие жаждущие глаза женщины-тигрицы, привлекающие взгляд случайного потребителя. И как только приманка приводит любопытную жертву в силки порно-сайта, он тут же подвергается шквалу безжалостных атак, сексуальной грязи. Тысячи заманчивых фотографий на любой вкус, сотни часов откровенного, завлекательного видеоматериала. От любви до ненависти с кровавым сексом. И вся эта нечисть льется каскадом, оказываясь в распоряжении голодных зрителей одним только нажатием кнопки мышки. Раз, два, и ты в ловушке. Порно-продюсеры прекрасно понимают предрасположенность мозга мужчины фокусироваться на деталях, а не на целом объекте. Поэтому порнография интернета – это специально разработанная для мужской аудитории серия кадров, содержащая в себе элементы отдельных частей тела. Перед зрителями предстает некий рыцарь, который совершает все, что только ему угодно, с разными частями женского тела. От макушки до пят. Причем эти картины, представленные крупным планом и раздутые до крайности, лишены каких-либо эмоций, романтики и нежности. Наоборот, они дышат сексуальным напряжением, развратом. В таких случаях партнер выглядит как самец, охваченный животной страстью, а женщина – как особь, предавшийся инстинктам дикой природы. Он мужчина, у которого все под контролем, он на коне, он завоеватель, он творит, он управляет, он обслуживаем. Причем картина выглядит так, что она готова сделать все, что только ему угодно по его желанию или то, что он жаждет сотворить с ней. Мужчины любят представлять женщину как идеал сексуального партнера, которая прислуживает захватчику, раболепно подчиняясь каждому его требованию. Порно-женщина отражает образ разнузданной героини, с недаймой полнотой и похоти к нему, ненасытно наслаждаясь каждым моментом их сексуальных игр, часто смешанных с садизмом. Именно эта модель взаимоотношений возбуждает и подогревает мужскую фантазию больше всего. Господство, агрессия и насилие, смешанные с диким удовольствием, запечатленные в памяти на клеточном уровне, имеют большой шанс сделать зрителя порнозависимым. Подобная комбинация действий и ощущений создает в разуме мужчины иллюзорный образ, женщины с бесконечным сексуальным аппетитом, которой все мало. Хотя в реальной жизни замужние женщины скромны, утомлены, израсходованы в быту и отнюдь не дышат дикой страстью к изголодавшемуся партнеру, заработавшимся перегруженным женам не до кайфа. К сожалению, порновирус захватил и христианские семьи. Напитавшись суррогатом в интернете, верующие мужья пытаются перенести увиденные образы в супружескую спальню и сталкиваются с серьезной конфронтацией со стороны их жен, не разделяющих их пыл захватнического поведения. Жены ожидают встретить в кровати джентльмена, согревающего их душу и тело, а отнюдь не дикого зверя, пылающего огнем эгоизма и прикрывающегося писанием, из которого они выбирают только выгодную часть. «Жена не властна над своим телом, но муж. Все, что я тебе заказываю, выполняй беспрекословно. Я хозяин твоего тела». И не берут в учет ни медицинские ограничения, ни понятия об извращении, ни индивидуальные особенности конституции женского тела, ни их сильное перетомление, ни их желания. Именно из-за неумеренности в сексе и порнографии распалось огромное количество христианских семей. Многие мужья говорят своим женам перед сном, что им необходимо смотреть порно для стимуляции их настроения и качественного семейного секса. Это чушь. Ложь, прикрытая заботой о ближнем. Да, эротика действительно возбуждает страсть и поднимает настроение. Но после просмотра кадров жена в этом ночном сценарии будет лишь играть роль материального объекта для реализации сексуальных потребностей мужа. И отнюдь не она становится героиней, объектом любви и утехой его очей, а красавица интернета, запечатленная в памяти. Тем более, что после родов, третьих или четвертых, ее комплекция уже совсем не похожа на стройную модель с экрана. Я думаю, что самый лучший допинг и стимулятор для христианских мужей – книга «Песни песней». Столько комплиментов, сколько Соломон сделал Суламите, вы навряд ли сделали за долгую жизнь. Многие не понимают, что порнография в действительности является фальшивой подделкой молитвы и поклонения. Порнография обещает произвести то, что может произвести только молитва, а именно близость, душевную сродненность. Вы становитесь близки к тому человеку, к кому обращена ваша молитва. Вот почему существует настораживающая пословица для молодежи – «После горячей молитвы может случиться горячий секс». Парень, держи дистанцию, и если ты не женат, там, где бурные духовные чувства, могут возгреметь и душевные, и физические чувства, могут забурлить и душевные позывы. Бог создал всю землю, исходя из положительных аспектов. Человек из-за своего греха переделал все, перевернул вверх дном, исходя из отрицательных причин. Когда мы говорим о любви, в ней есть свобода. Похоть же приносит тяжкое бремя. Любовь удовлетворяет, а похоть ненасытима. Божья сила высвобождается в твоей жизни только до той степени, до степени твоего послушания ему. И если ты постоянно не послушен, следуя за своей похотью, у тебя не будет его силы. Все Божьи обетования условны, они основаны на определенных условиях. Его любовь безусловна, но обетования условны. Когда вы выполняете свою часть условий, Бог выполняет свою. Для того, чтобы ты мог удержать в чистоте свои мысли, глаза и чувства, Он дает тебе Дух Святой и Слово Победы. Порнография — это дверь к изменам и разврату. Дверь, открывающая в разум обольщенного вход для бесов всякого рода. Таких как дух рабства, дух насилия, дух жестокости, извращения, дух сладострасти, дух мастурбации, дух распущенности, гиперсексуальности, дух похоти, дух страсти, разврата, дух мазохизма, садизма, дух гипноза, дух оргиев, дух перевоблащения и много других. Порнография — это дверь в сексуальную и аморальную тюрьму, из которой потом может вызволить только сверхъестественная благодать Божия. На прошлой неделе мы вдвоем с подругой молились за парня из группы прославления. В их церкви нет служения освобождения. Уже много лет его преследуют грязные сексуальные мысли, даже во время собрания. И время от времени он не удерживается и заглядывает на порносайт. Потом плачет, кается, ненавидит себя, но не знает, как избавиться от этого рабства. И жена тоже устала от его бесконечных запросов. Еще в 13 лет он начал у соседа смотреть порнофильмы. А так как и в их деревне все были на виду и втихомолку овладеть девушкой не удавалось, он использовал животных. Потом уверовал, но тяга к запретному осталась. Он очень полюбил Бога. Он стал служить ему, искал его силу, но потом почувствовал, что потолок висит над головой, закрывая вход в небеса. И он не знал, что с ним, почему такая плита раздавливает его дух. А все потому, что никто не разобрался с духами извращения и гиперсексуальности, которые владели им. Когда он освободился через служение освобождения, жизнь его радикально преобразилась. Он очень любил жену, но внезапные сильные порывы гнева, бесконтрольного гнева сокрушали семейную идиллию, и дети прятались по углам. Хотя он преданно любил детей и не понимал, что происходит. Гнев, как известно, это тоже дух, приходящий по причине разврата. Есть мужья, которые уверяют своих жен, что они так перенапряжены на работе, так устали и нервны, что им ну просто необходимо расслабиться. И, мол, порно в интернете это лучший способ снять напряжение. И хоть женам неприятно слышать такое заявление, но куда деваться, хочется же помочь мужу стабилизировать эмоции. И они совсем не догадываются, чем заканчивается их расслабление. Чаще всего женщины рады, что мужья их лишний раз не контуют. И так как во многих семьях полное несовпадение интересов, такие супруги живут обособленно, излишний раз не напрягая друг друга. А жены, автоматически избавляясь от назойливого партнера, даже не догадываются, что лишают свой собственный организм эмоциональной стабилизации, свой мозг активной деятельности, свою нервную систему, гормональной подкормки, которая сосредоточена в сперматозоидах. Из-за нехватки мужских гормонов во всем организме происходит дисбаланс, начиная от эндокринной системы и заканчивая желудочно-кишечным трактом. Слово Божье говорит, «Все осадел ты премудро, земля полна твоих произведений». Моя интерпретация этого текста такова, как мудро ты все устроил в нашем организме, как все взаимосвязано и гармонично развивается при послушании воли Создателя. Не позволяй своему своеволею, упорству и порнофильмам разрушать целостность твоей природы, целостность твоей семьи. Порнография, как пробная доза наркотика, она не убивает тело на повал, а делает его постоянным клиентом индустрии порнобизнеса. Больше всего от порнографии страдают подростки. Человек – существо нейтральное, он открывается как для Бога, так и для дьявола. Если мы не научим наших детей наслаждаться Богом, то они сами научатся наслаждаться картинками, инспирированными адом. Совместная молитва, изучение Божьего Слова, изучение истин, дома, в пути, закладывают в них правильный каркас восприятия личности Иисуса Христа. Еще в Старом Завете Бог дал родителям пояснение, как заложить в мозг ребенка фундаментальные знания о нем. Второзаконие 6.6 до 9 стиха я буду цитировать новый перевод. «Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. Пересказывай их своим детям. Повторяй их постоянно. Дома ты или в пути, ложишься или встаешь. Повяжи их на руку, как знак. Пусть они будут повязкой у тебя на лбу. Напиши их на дверных косяках дома твоего и на городских воротах». То, что делал лютер когда-то. «Если мы посеем семя, Слово Божьего, в сердце ребенка, он сохранит это слово до седины. Несмотря на то, что многие дети годами кувыркаются по жизни, Слово Божие, посеянное в сердце, возвратит их в очи дом». Нам важно знать законы урожая. Мы сеем не только озвученное слово, но и беззвучное семя. Мы являем собой пример подражания. И чтобы мы не проповедовали доброе, дети будут копировать наше поведение. И если вы формальные христиане, ваши дети станут номинальными поверхностными посетителями церкви. Продюсеры интернета сеют семя, тщательно подбирая материал с расчетом на стопроцентный урожай и достигают успеха в геометрической прогрессии. Они, вдохновляясь слугами ада, вкладывают в посевы все силы, средства, методы, стратегию ради глобального результата. А что вкладываем мы в наших детей? Тщательно ли мы выбираем семя? Готовы ли мы вложить в подготовку почвы детских сердец время, деньги, методы, стратегию ради конечного результата? Если мы заботимся только об их комфорте, считая, что дети как-то спасутся автоматически, мы проиграем. Если мы обязываем их ездить с нами на собрания, дети будут сидеть на скамейке рядом с нами и тихо ненавидеть Бога, как сказала Татьяна Белоус. Раскройте для них Божий образ, учите их дома о славе Христа, учите бороться, побеждать, и тогда они сами потянутся к небесному. Учите вместе наизусть Слово Божие. Играйте с ними в христианские игры. Они увидят, какую роль в вашей жизни играют Божьи истины. Я проповедовала в одной строгой американской церкви русскоговорящих эмигрантов. Все взрослые напряженно сидели на передних рядах и слушали. А в центре 50% подростков и молодежи сидели со смартфонами, они ничего не слышали. Что там творилось на сцене? Так сказать, отсутствие в присутствии. Вы думаете, родители, что дети с вами, а они там смотрят порнофильмы во время собрания или гоняют чертиков на дисплее. Порносемя в сердцах наших подростков вдвойне губительна. Не только потому, что оно возбуждает визуальные образы, но и внушает постоянно преследующее чувство стыда. Подросткам прививают извращенный взгляд на Бога, на его цели для брака. Бог говорит, у меня есть для тебя любовь в будущей ячейке семьи. Но ты довольствуешься искусственной подделкой, суррогатом. Страх быть выявленным, застигнутым врасплох, опозоренным и стыд быть причастником взрослой тайны делает подростка скрытым агрессивным маньяком. Тогда они пытаются удовлетворить свой эротический интерес, раздевая младших сестер. Соседских девочек затаскивают их в кусты, занимаются петтингом в кровати, в машине и оставляют раны позора на многие годы. В массовом количестве девушки и женщины исповедуют свою поверженность с детских лет. Я знаю двух девушек, которые через годы заболели психическими заболеваниями, потому что носили в себе глыбу позора из-за домогательств в детстве, братиков-подростков или учителей воскресных школ, что, к сожалению, случается в быту и в практике. Очень часто девочки-подростки вместе со школой ездят в путешествия, и там оказываются, имеют большое напряжение от учителей, которые домогаются их внимания. Поэтому, родители, когда вы отправляете в путешествия девочек-подростков, призывайте кровь Иисуса Христа на них, молитесь особенно о защите, чтобы никто не посягал на их чистоту, чтобы им потом не было тошно, противно от этих домогательств, которые они испытали в путешествиях. Подросткам важно объяснить, к чему приведут парносайты и фильмы. У мальчиков участятся полюции, они не могут хорошо учиться, сосредоточиться. Наука говорит, что мужчины от порнографии тупеют, потому что активная деятельность мозга замедляется. Из-за чего? Из-за частой пиковой активности физико-психологических процессов организма. Чем больше в организме подростка возникает тестостерона, адреналина, эпиферина, серотонина, шквал которых обрушивается на организм во время просмотра порнофильмов, тем острее будет его фокусировка на сюжете. Незащищенная волей детская душа впадает в депрессию, отвращение к жизни, ненависть к себе и к людям и как результат частые попытки самоубийства или наркотики. Здесь в Америке я участвовала в группе служения, как бы сказать, душепопечения или энкаутеры. Я не знаю, как они его называли, я называю душепопечения. Мне было предоставлено служить 10 подросткам девочкам лет 15-18 возрастом к моему великому ужасу. Пять девочек из десяти, которые приходили ко мне на душепопечения, уже резали вены. Я говорю, что заставило вас прийти к такому критическому результату, к такому страху и поражению, что вам уже не захотело жить, а именно посягательство. Или со стороны отчима, как было у одной девушки, или со стороны другого старшего брата, как было у другой девушки, или кто-то в школе подавлял ее, постоянно напрягал ее и посягал на интимные зоны. И девушка чувствовала себя настолько поверженной, настолько отчужденной, настолько незащищенной, что не знала, что делать. Она даже не пожаловалась родителей. И вот как результат частой попытки самоубийства или наркотики. Многие, даже христианские дети, бросились в наркотики из-за того, что они не могли вынести подавление стыда, подавление страха. А иные бросаются во все тяжкие, становятся гомосексуалистами, скотоложниками. Кто же в конечном счете несет ответственность за моральное разложение детских умов? Педагоги, общество, мир или церковь? Никто из названных инстанций. Только институт семьи за все в ответе. Потому что Бог распределил роль ответственности в семье. Если семья страдает, виноват мужчина. Он поставлен Богом управлять, организовывать и защищать семью. Он есть духовная крыша. Он должен закрыть для дьявола все двери. Если дьявол вторгается в жизни детей, значит, охранник не стоит на страже и не пользуется властью правителя. Власть выражается не в том, чтобы стукнуть кулаком по столу, а в том, чтобы взять на себя ответственность и покрыть своих детей духовной молитвенной броней. Если муж будет бояться Бога, то он уже никого другого бояться не будет. К сожалению, на практике мы обнаруживаем, что многие мужчины имеют ущемленный, обделенный, сиротский дух. Неверие и комплекс неполноценности лишают мужчину утверждать в семье авторитет Божьего слова. Такой муж пытается взвалить на жену свои духовные обязанности. Мол, у нее же лучше получается, а сам прячется в кокон, делая вид, что проблема воспитания его вовсе не касается. Любая перемена в ситуации выбивает фундамент из-под ног неутвержденного в духе мужа. Он становится трусом и агрессивным. Агрессивный, гневливый человек всегда трус, и он свое бессилие прикрывает грубостью, наглостью и хамством по отношению к жене и к детям. Он становится как бронтозавр. Близко не подходи, а то поранишься. Эта форма самозащиты очень нравится некоторым христианским мужьям. Оскорбить жену, наорать на детей для многих норма. И не потому, что дети виновны, а потому, что муж не может справиться с собственными неполадками. Кошки на душе скребут, как говорят в народе, а он пускает в ход дьявольские инструменты. И если мы используем дьявольские инструменты, мы утверждаем царство дьявола в нашей семье. Среда, окружающая детей, формирует их образ мышления. Поэтому от нашей духовности зависит духовное развитие наших детей. Многие женщины-молитвенницы пытаются наладить духовный ритм в семье, но в одиночку им не справиться с ситуацией. Дети видят диссонанс в отношениях с родителями, разбегаются по комнатам, ищут утешения в интернете. Иногда мы сами толкаем детей на грех, потому что не занимаемся воспитанием собственного характера. Правда, о себе замалчивается, ложь продвигается. Мужчины говорят, мы не можем успокоиться, потому что мы устали, мы не ели. Вот, мол, если жена меня накормит, я буду поспокойней. Таким образом, мы защищаем свой гнев и грубость, находя отговорки. Ссылаясь на усталость, мы скрываем бесов, с которыми давно пора расстаться, уверяя, что их у нас нет. Да только деспотизм и жестокость налицо. Мы защищаем все свои изъяны. Конечно, мы людям раненым трудно помещать друг друга в сердце, особенно если раненый мужчина. Он будет гневлив и завистливый к жене, он ненавидит конкуренцию, он будет всеми силами пытаться посадить жену на мель, чтобы она не стояла выше его, ни умственно, ни духовно. Верон аж сказал, есть люди, которые будут пытаться держать нас ниже плинтуса, чтобы их несостоятельность и духовная нищета не были обнаружены при вашем успехе и высоте. Дух ущемленный и обделенный делает человека раздраженным и подозрительным. Он требует к себе двойного внимания и в быту, и в сексе. Обычно такие мужчины гиперсексуальны. Они восполняют свою ущемленность в сексе, где они играют роль героя и сильного мужчины. А в жизни они слабы и трусливы, боятся будущего, боятся ответственности. И если у мужа духовная, генетическая, производная слабая, то женщине приходится перенять ответственность, неся по жизни это беспомощное, раздраженное существо. Бог спросит с мужчин за то, что многие из них отказались нести груз ответственности за духовное воспитание детей и воспитание переложили на плечи жены. Недавно в интернете я прочитала очень интересное определение эгоистического характера, сконцентрированного на самом себе. Если вы хотите стать ничтожеством, то думайте только о себе, о том, что вы хотите, что вам нравится, сколько внимания вам должны уделять другие люди. Тогда не останется ничего, что могло бы вас удовлетворить. Вы будете портить все, к чему прикасаетесь, и все, что послал вам Бог, превратится в пыль и боль. Тогда к вам придет депрессия на почве неисполненных желаний, завышенных ожиданий, на почве потребительского интереса, гордости и самовлюбленности. Эгоизм мешает нам помогать семье подняться на Божий уровень и вызывает возмущение на то, что меня не почитают, меня не уважают. Недавно пастор Глеб из Израиля, находясь в гостях, беседовал с душепопечителем на эту тему и сказал золотые слова. Уважение жены это ответ на сильную любовь мужа. Женщине нельзя вести никакие разборки. Мужу нужно только поддерживать ее эмоциональный фон и он будет желанным. Мелочные, придирчивые мужчины сами разрушают свой авторитет. Вывод. Как же спасти себя и свою семью от интернета? Где найти силы противостать искушению порно-сайтов? Здесь напрашивается сравнение Мартина Лютера. Мы не можем запретить птицам пролетать над головой, но мы можем не разрешить им, ведь гнезда на нашей голове. И для осуществления плана самозащиты даю несколько практических советов. Мы не можем выкинуть компьютер, но мы должны помочь детям сделать правильный выбор. Вам поможет выявить прорехи аналогия с корнями дерева. Если дерево слабое, шаткое, проблема с корнями. Если почва бедная, дерево не может укрепляться и питаться. Если ты не укоренен в церкви, если ты укоренен в церкви, но не укоренен во Христе, то понятно, почему ты шатаешься. Твоя почва, твоя динаминация, а не Христос. В Колоссян на 2 главе Павел говорит, смотрите, чтобы никто не увлек вас в сети пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий этого мира, а не от Христа. Я говорю вам это для того, чтобы вы никому не дали сбить себя с толку искусными речами. Так вот, раз вы приняли Христа Иисуса как Господа, живите в единении с Ним, укореняясь в Нем, созидая на Нем свою жизнь, добавляю, а не на песке человеческих понятий, укрепляя себя верой, в которой вы были наставлены сердцем, переполненным благодарностью. Как только ты пришел к Богу, тебе необходимо доверить Ему каждую сферу своей жизни, отказаться от тактики дьявола, никакого насилия и запугивания в семье не допускай. Призывай Божье благоволение, Его силу, поклоняйся, превозноси имя Божие день и ночь вместе с детьми, признавайся Ему в любви, славь Бога, достаточно уже воспевать свои незгоды и тернистый путь, хватит устраивать нытье в стиле кантру. Поклонение вызывает Божье благоволение, поклонение это язык неба, все творение славит Бога, а мы, мы христиане, мы прославляем свои тяжкие пути слабости, презентируй Бога. Святой жизнью ты утверждаешь свою подчиненность волей Божьей. Мы не должны сворачивать с дистанции, даже при большой нагрузке и массе препятствий. Есть Дух Святой, который даст тебе силу преодолеть препятствия. Молитесь на новых языках везде. Молитесь Духом Святым постоянно, и Он будет вразумлять вас. Поклоняйтесь на языках. Время, уделяемое для Бога в поклонении, это вопрос приоритетов, но это самая важная инвестиция, вклад, приносящий стопроцентный урожай. Познание глубины Иисуса Христа происходит в поклонении и молении писанием. Придет такой великолепный фурор, наслаждение и упоение, что тебе больше не захочется заглядывать в голубой экран и искать суррогат, возбуждающий чувства. Поклонение это близость, это взаимодействие. Бог обязательно заговорит с тобой при встрече. Главное присутствие Бога в твоей жизни. Он цель, Он смысл, Он друг, Он жених, Он Бог. Учите Слово Божие наизусть, учите вместе с детьми, начиная с четырех лет, основные истины о кресте, о силе крови, о грехе, о прощении, о власти христианина, о счастье, о наслаждении в нем, о местоположении Божьих детей, о нашем пьедестале, о вашей победоносной позиции во Христе Иисусе. Проповедуйте детям Евангелие Царствия и Победы. Римлянам 5,17 «Это ваше оружие». Цитирую новый перевод. «Тем более, благодаря одному человеку Иисусу Христу будут жить и царствовать с Богом те, кто получил щедрый дар Божьей доброты, дающий оправдание. Сиди у его ног и будешь чист и силен». Вы не знаете, кто вы есть на самом деле, и поэтому так часто попадаетесь на крючок бесовского рыболова. Провозгласите всему духовному миру о том, что вы вступаете в свои духовные права. Сына Божьего, победителя, и отныне отказывайтесь жить в поражении и страхе. Примите благословение, откажитесь от проклятия. «Примите через слово и дух. Дух не движется, пока не будет высвобождено слово. Примите для себя слово Иисуса Христа, подчините себя Его Слову. Самое главное в жизни сосредоточиться на Иисусе и познавать Его». Филиппицам 3.7 Павел говорит, «Для него я от всего отказался, да и все почитаю за ссор. За мусор, за навоз, за ничто, ради превосходства познания Иисуса Христа. Бог, который дает силу Духа, меняет меня через учение. Сила Божия движется в моей жизни через учение о Личности Иисуса Христа. Если я, верующий человек, и не молюсь, не преклоняю свою волю перед Богом, то я преклоню ее перед компьютером, перед дьяволом. Вам надо смобилизировать все ресурсы, чтобы разобраться с бесами, которые блокируют ваш разум. и толкают вас насильно сидеть у голубого экрана ночами, а потом приходит состояние безысходности, фатализма, отсутствия будущего, постоянно меняется настроение, приходят внезапные припадки зла, ревности, паники, страха или психоза и гнева до слез. очень часто люди, которые работают на ЛКВ или дальнобойщики, жалуются, говорят, ну а что мы будем смотреть? Я встретила в магазине одного христианина, и он набирает целую стопку видеофильмов. Я говорю, а зачем ты это набираешь? Там же очень много порнографии. Он говорит, а что мне делать? Я часами остаюсь на парк, плац, на стоянке, и я не знаю, что мне предпринимать. Вот поэтому я и смотрю фильмы, но чтобы как-то расслабиться. Дорогие мужчины, дорогие дальнобойщики, как вас называют. Как мы можем расслабиться? Как мы можем насладиться Богом? Мы должны использовать правильно свое свободное время, чтобы у нас постоянно не менялось настроение, чтобы у нас не происходили внезапные припадки зла, ревности, паники, страха или психоза и гнева до слез, которые потом обнаруживаем мы в семье. Если вы дальнобойщик, поставьте для себя целью познавать Бога и слышать Его, и ваше свободное время будет заполнено. Вы даже не заметите, как в общении с Богом, в хвалении, в беседе с Ним пролетят целые часы. Ищите в молитве ту волну, на которой говорит Бог. Тогда вы сможете быстрее расправиться с бесами, которые арендовали ваш разум. Потому что вы сами добровольно впустились туда посредством порнографии. А избавиться от бесов непросто. Вам будет необходимо принять решение. Вам необходимо будет пройти душепопечительскую беседу, исповедание, отречение, отвержение. Впоследствии вам необходимо будет закрыть все сайты, даже социальные связи. Почему? Потому что вы потом постоянно будете скушаться и соблазняться. Ко мне звонят два парня из бывших гомосексуалистов. И они говорят мне, мы закрыли все социальные сети, потому что мы видим, насколько влиятельно действия, приходящие с интернета. Мы хотим быть победителями до конца. Понимаете, это непросто. Оставить старый образ жизни. Бог дал им силы оставить старый образ жизни. Но чтобы не клюнуть опять на бесовскую личинку, вы должны быть требовательны к себе. Вы должны положить завет со своими глазами. Если вы видите порнографию в интернете, на плакатах, просто закрывайте глаза, отворачивайтесь, чтобы вам не соблазняться. Иначе вы опять будете падать в ту же самую яму. Как русские любят говорить, наступать постоянно на одни и те же грабли. Если вы будете хвалить Бога, вы будете находиться в силе Божьей. Бог даст вам силу, чтобы противостать этому искушению. Тогда вы сможете быстрее расправиться с бесами, которые арендовали ваш разум, потому что вы сами впустили их туда посредством порнографии. Бесов оттесняет слово Божие провозглашенное. Они победили лукавого чем? Мечтанием? Желанием? Напряжением? Нет. В откровении написано, они победили его кровью Агнца и силой своего провозглашения. В старом переводе написано силой своего свидетельства. Словом свидетельства. Когда я говорю слово Божие, приходит победа. Эти же два парня, которые раньше были завязаны в гомосексуализме, сказали мне удивительное сообщение, как бы для меня не новое, но для них новое. я говорю, а как вы побеждаете свои похоти? Ведь вы когда-то годами были завязаны этим грехом. Они говорят, мы использовали разные методы. Не смотреть, не видеть, отворачиваться, внушать себе, ничего не помогало. Помогает только одно. Я провозглашаю Божье слово и говорю дьяволу, написано. Очень часто ко мне обращаются люди, которые говорят, мы любим Бога, мы ходим на собрания, мы постоянно читаем слово Божие, но нам постоянно снятся сексуальные сны. Конечно, могут быть какие-то органические перемены в организме, активные гормоны могут тоже когда-то сделать сексуальный сон в связи с полюциями, но часто бывает то, что вы сами запрограммируете свой разум сексуальными настроениями, а потом дьявол выдает вам во сне ваши побуждения, и потом приходит вторая серия проблем, вы размышляете над вашими снами, а может быть Бог мне послал идею, а может быть Бог меня хочет с кем-то соединить, и таким образом вы впадаете в очередное искушение. Иногда люди говорят, как только становлюсь на молитву, я сразу вижу какие-то сексуальные элементы, даже женатые жалуются на эти проблемы. В чем проблема? Почему эти порнообразы приходят мне на память, на разум, в тот момент, когда я становлюсь на молитву? Ведь Бог хочет наполнить меня своим знанием, своей идеей, своей силой. Почему же я подвергаюсь прямо во время молитвы каскаду этого поражения, потому что я добровольно открыл дверь дьяволу. И теперь, если я не противостану, если я не применю всю свою волю, все свои усилия, дьявол будет постепенно затягивать меня в свою ловушку, откуда может вызволить только сверхъестественная благодать Божия. Если ты молод, тебе может присниться любая стройная красивая девушка из церкви, и ты принимаешь этот сон за Божий знак для женитьбы. Да, это откровение, но только не от Бога, а от водительства порно-сайта. Сколько таких ловушек было приготовлено для ребят, которые через сны женились, потому что им приснилась красавица, а впоследствии видели, что это совершенно не соответствующий друг другу семейный вариант. Они не понимали друг друга и говорили, как же, Бог мне показал тебя во сне? Откуда ты знаешь, Бог ли тебе показал во сне? Или это тебе сообщение приснилось от твоих интересов? Буквально недавно мы беседовали с одним парнем, который настаивал на том, что Бог дал ему во сне откровение жениться на одной христианской девушке в церкви. Когда мы беседовали с ним, он говорил, я точно знаю это откровение, я так не расположен, я в нее целиком влюблен, а девушка говорила, я видеть его не хочу, мне вообще он не нравится, это совершенно не мой тип, я не верю, что это откровение от Бога. Она говорила, если бы это откровение было от Бога, тогда бы Бог им не дал какое-то внушение, какое-то сообщение, я могла бы расположиться к нему, но он мне категорически не подходит, а парень настаивал на своем. И вот получились ссоры в церкви, между ними это была открытая конфронтация. Пришлось мешаться душепопечителям. И когда ввели душепопечение, этот парень открылся, что оказывается у него давно эти сексуальные давления, и поэтому вполне может быть, что сон пришел не от Бога. На прощание посоветую вам прочесть книги Люиса Коула, они называются «Мужчины, достигая максимума». Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины? Или посмотрите назидательные лекции в библейской школе, автор Брюс Уилклсон. Они называются «Брачный завет супружества, лидерства или семь законов ученика». Чип Ингрин тоже очень здраво учит о семье и супружестве. Он пастор, учитель, психолог и отец. На днях в одноклассниках я увидела статейку «Принципы современного рабства». Поделюсь с вами. Интернет существует для того, чтобы заменить откровения, супружеские отношения и личную дружбу. Хотя есть здесь что-то полезное в интернете. Телевизор существует для того, чтобы всегда жить в страхе иллюзорной реальности. Прививки для того, чтобы разрушать иммунитет. Кредиты для того, чтобы быть нищим, оплачивая эскиз с завтрашнего дня. Таблетки для того, чтобы появилась еще больше болезней. Табак продают для того, чтобы оплачивать собственное уничтожение. Религия существует для того, чтобы быть вечной жертвой. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. С вами была Нелли Мертес на телепередаче «Влияние. Импакт». Я очень рада, что Бог предоставляет мне возможность служить вам. Я очень благодарна импакту за доверие, за возможность раскрыть некоторые важные варианты для слушателей. Я также благодарна семье Попродских, которые постоянно принимают меня, Татьяну и Володю, и я могу там себя очень комфортно чувствовать. Спасибо за внимание. Спасибо за Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok